Всем привет! Канал Нечай, я Нечай, как вы там? У меня всё хорошо, я сейчас нахожусь в Италии, продолжаю... ...путешествовать! Если вы наблюдали за последними моими видосами, то я выпускал краткие пересказы в Медиа Лиге. Кстати, знаете, как можно называть стадион Луч, учитывая, что его и любят, и ненавидят одновременно? Биполяночка! Но последний выпуск не вышел, потому что... Ну, что-то слишком много было ссор, но так нельзя! Я очень хочу, чтобы был позитив, и в последнее время меня больше всего позитивят Славон из Наспорте. Привет! Особенно, как он залетел на канал Ромароя. Китайцы! Ха-ха-ха-ха! Едайцы! Самое главное, мне очень нравится, как он делает какие-то выводы. Я это называю репризы. Мы на тренировке делаем успехи в тренерской установке. И учитывая, что я вам задолжал краткий пересказ каких-то новостей Медиа Лиги, то решил сейчас сделать небольшой дайджест последних сводок новостей. Но, естественно, с хорошим настроением на Славона и, самое главное, с его репризами. Он со свининой в чесночном соусе. Это чтобы девушки-вампиры ко мне не лезли. Но чтобы еще существовал кое-какой интерактив между вами, Славоном и мной, я буду давать какую-то новость. Потом мы зачитываем ваши шутки на эти новости Славону. Он, естественно, возможно, смеется. Возможно, как-то реагирует на это. О, ничего себе, прикольно. Ну и в конце все это подкрепляет своими репризами. Это классная идея. Чтобы долго не объяснять, например, берем новость, недавняя новость от медиафутбольной команды «Рубин». Она подписала футболиста Владимира Дидюна. Владимир Дидюн, кто не знает, в прошлом очень крутой профессиональный футболист. Он играл за профессиональный клуб «Рубин», за московское «Динамо», выступал в Еврокубках. И вот теперь Дидюн будет играть на стадионе «Луч». Что по этому поводу думает Славон? Владимир Дидюн, новый игрок «Рубин». Возможно, Рубин теперь с ним не победим. Хотя и до этого Рубин показывал хороший футбол. Дидюн, забей хотя бы гол. Ну вот и в таком ключе я решил повзаимодействовать со Славоном, повзаимодействовать с вами. Посмотрите, как вы юморите, как я вам рассказываю новости. Ну и, естественно, подкрепляемся хорошим настроением от Славона. Хорошо, отлично, пожалуйста. Класс. Во! Если хотите, шутите, чтобы ваши шутки потом попадали в выпуск. Естественно, переходите в мой телеграм-канал. Если хотите заряжаться от Славона, подписывайтесь на его YouTube-канал. А мы начинаем немножко вас оповещать про новости. Нескончаемый поток эмоций, радости, удовольствия и, конечно же, позитива. В эти выходные Тудроц играют против Гоутс. Против козлов. И, похоже, они договорились играть медийными составами. То есть, получается, у Тудроц выйдут все вот эти легендарные свычки. У Гоутс выйдут вот эти невероятные рэперы. Гуди тоже хитрец. Он такой, выходите медийными. А Гуди сам, ну, типа, достаточно неплохая у него школа футбола. И он такой, выводите своих мбаппетов. Я видел, как Паша Техник играет на одном видео. Это было похоже на человека, который тонет в песке. Удар ниже пояса. Он бежит, бежит. И у него, понял, батарейка садится, как будто, и он утопает в песке. Так что, если он и будет играть, то секунд 30. Но как бы так ни получилось, что Тудроц и козлы договорились играть медийными составами, а играли бы только одни козлы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это смешно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Играли бы козлы ватру. Вообще, нужно отдать должное команде Тудроц. Они действующие чемпионы медиалиги. Они уже знают, как участвовать в этом турнире. И они, естественно, как настоящие чемпионы, заранее готовились к матчу против козлов. А чтобы победить козлов, нужно думать как козлы. Ну, шуточка, да. Ну, и мне не очень зашла. Ну, учитывая, что в последнее время все медийные команды постоянно обвиняются, что у них нет медийного состава, у Тудроц одни профики и у всех подряд одни профики, возможно, у Тудроц выйдет только Гудай, ну и спародирует еще 10 игроков. Ха-ха-ха-ха, это прикольно. Я подумал, что вышел один Big Smoke. Ха-ха-ха-ха. Размноженный. Тудроц и Гоуц договорились играть медийными составами. Наверное, выйдут в балаклавах они. Я не знаю, насколько это будет интересно. Но, может быть, в масках козлов играть полезно. Тогда, возможно, мы будем вызывать эмоции. Ведь медийный футбол это куча информации и пропорций. Как было в прошлом сезоне. Я просто потрошил, лежал на газоне. Также Гоуц пообещали, что за них в этом матче выйдет играть Сода Лав, Паша Техник и в воротах наконец-таки сыграет Эльдар Жарахов. Ммм, словом. Будут Сода Лав, Паша Техник и, возможно, Жарахов на воротах. Жарахов на воротах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне на это посмотреть охота, но тебе точно захочется подключиться именно туда. Ведь медийный футбол привлекает взгляд всегда. Посмотрим, насколько это будет правда. Они говорят или просто рассказывают по факту. Ну и параллельно, сразу же, пока мы готовили этот выпуск, появилась новость, что Володя XXL, возможно, покидает состав Броуков, совсем недавно уйдя из Наспорте, теперь оказавшись в Броуках. И он вроде бы Броук, но тут такое предложение. Мне поступило предложение, пока ничего не буду говорить. Я Броук, я Броук. Уходить я не хочу, но есть предложение. В общем, многие считают, что он как раз-таки переходит к козлам. Что вообще? Блин, Володя крэйзи просто. Володя абсолютный персонаж. Друзья, хочу напомнить, что я очень благодарен, потому что вы до сих пор смотрите, переходите в телеграм-канал, очень активный телеграм. И самое главное, что мне до сих пор помогает в создании видеороликов наши друзья Пари. Ну а если вы хотите увеличить интересы к спортивным событиям, то обязательно переходите на сайт Пари. Тысяча спортивных дисциплин, и ММА, UFC, хоккей, баскетбол, футбол. Фрибет в тысячу рублей. Если вы только зарегистрируетесь, а зарегистрироваться очень легко, просто перейдите в закрепленный комментарий под моим видосом. Ссылочка, естественно, там. Ну а МКЛ тоже усилился, учитывая, что после пятого тура как раз-таки идут в медиафутболе до заявки. МКЛ объявила о подписании Салима из реалити и Дубникова из на спорте. И в этом нет ничего удивительного, потому что скоро зима, скоро холодно, и МКЛ просто решил подготовиться к зиме. Клен уже есть, фикус есть, Моти, если вернется в медиафутбол, тоже и его, получается, есть. Ну вот теперь еще и Дуб. Ха-ха-ха-ха-ха! А потом у них будет команда называться Веники. Ха-ха-ха-ха-ха! Делай заготовки, чтобы в футбол играть ловко. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну вот еще есть прекрасная картинка, предсказание, как будет выглядеть матч МКЛ после подписания Дубникова. Ну, на самом деле, МКЛ подписал Дубникова, чтобы он просто-напросто цвел на банке. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Цвел, пусть цветет, отлично! Кстати, вы знаете, что сказал Сослан Гатагов президенту на спорте Льву Борисовичу после того, как узнал, что Лев Борисович отдал Дубникову АМКАУ? Ты что, Дуба дал? Подойдут к Дубу с пилами, с топорами и начнут рубить. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, а АМКАУ подписал Дубникова, и что сам Дубников думает по этому поводу? Спасибо большое за этот комментарий. Переходим дальше. У меня был похожий момент. Я однажды участвовал в клипе и продюсировал там ребят. И один был паренек, он плохо двигался-то. Ну, он просто не умел двигаться. Я ему сказал, не надо двигаться, пусть это будет твоей фишкой. Пусть все двигается вокруг тебя, а ты стой непристойно. Ты очень крутой, поэтому ты не двигаешься. Ха-ха-ха! Вот ты думал то же самое. Не умеешь говорить, молчи, и пусть все думают, что ты очень классно молчиешь. Я думаю, не только зрители и фанаты АМКАЛа рады переходу Дубникова в команду, но и Фидос, главная медийная персона АМКАЛа, счастлив, что Дубников перешел в АМКАЛ. Потому что мы знаем, что Фидос очень классный. Кутила и его белочки. Наконец-то нашлось Дубло. Ха-ха-ха! Это смешно. Ха-ха-ха! Дуб и его Дубло, блин, ну это вообще разъем. Ха-ха-ха! Ну, я думаю, что Дубникова не будет легко в АМКАЛе. И чтобы заработать место в основе, ему нужно побороться. Ну, иначе Бабин, тренер АМКАЛа, посадит его на грядку. Я представил, огород, грядка и дуб такой сидит. Где-то на редиске сверху. Ха-ха-ха-ха! Вообще, все, кто говорят, там, и сейчас будет, естественно, в комментариях, какой Дуб, это что, реально медийный футбол, это что, медийный персонаж? Человек, не сказав ни слова, заставил говорить о себе все медиа. Вы представляете, что станет с медийным футболом, когда он, наконец-таки, заговорит? АМКАЛ подписал Дуба. Теперь одним деревом больше в АМКАЛе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Потому что Дуба сложно было и на спорте собирать по деталям. Ну, а после потери Дубникова на спорте, Лев Борисович сразу же появилась информация, что подписал контракты со всеми игроками на спорте, чтобы, ну, так просто их уже не перехватывали в другие команды. Какой же контракт у Славон? Лев Борисович сразу подписал со всеми контракты. А у меня какой по факту? У меня доступ к микрофону. Два банана, одна вода. Вот райдер Славона. Ха-ха-ха! Так что приглашайте. Я всегда рад за любую движуху. Так что решайте. Хотите получить эмоции? Приглашайте меня. И я такой передаю. Йо-йо-йо. Президент медиалиги Николай Осипов заявил, что экспериментальный формат, который был в пятом туре, это оранжевый мяч, которым ты забиваешь гол сразу считается за два, тайм-ауты и чистое время, то есть когда там мяч уходит в аут, нарушение, время останавливается. Все это останется до плей-офф. И тут сразу как раз таки не только можно порадоваться каким-то экспериментом в медийном футболе, можно сразу вычленить. Те, кто недоволен данными экспериментальными форматами, это действительно настоящие приверженцы профессионального футбола. И как раз таких можно вычислить и наконец-таки выгнать. Что такое? Это настоящий спорт. Это не эксперименты. Что это? Гол за два. Что это такое? Всем спасибо. Всем пока. Ну и самое главное, что от таких экспериментальных форматов мало того, что становится интереснее, самое главное, все больше и больше горят жопы. А это что? А это хорошо. Самое главное, что медиа лига оставила правила чистого времени, но правила грязной игры никто не отменял. Это похоже на афоризм какой-то такой. Знаешь, это не шутка, это какая-то... Это была бы цитата бывалых футбиков, вот так бы я назвал. В медиа лиге остались правила чистого времени, оранжевого мяча, тайм-ауты и самое главное, стадион луч. Мне раньше я смотрел на поле луча, и я типа думал, блин, возможно, мне уже 36, и у меня давление поднялось, поэтому мне кажется, что газон вот такой. А потом я присмотрелся, и это не давление. Ха-ха-ха-ха. Он реально волнистый. Ха-ха-ха. Кстати, комментарии, и я не знаю, насколько это шутка, но это действительно правда. Это тайм-ауты очень могут быть полезны Фидосу из Амкала, потому что я часто с ним играл в футбол, и ему очень часто хочется в туалет по-маленькому во время игры, и как раз такие тайм-ауты пойдут ему на пользу. Ха-ха-ха-ха, блин, это смешно. Что с Фидосом связано, это смешно, реально. Больше всего понравилось, когда мы были на первом славу в звене с ним, и он говорит, Рифман и Егор. Какая? Егор, мудак. Ха-ха-ха-ха-ха. Я там вообще, я думаю, ха-ха-ха-ха. Умная мысль, внимание, от чистого времени футбол чище не станет. В лиге остался оранжевый мяч и тайм-ауты. Это будто правила из андеграунда. Мне нравятся такие правила, все по чистоте. Вы где? Мы в Москве. Ха-ха-ха-ха-ха. Райзен пообещал, что не будет сбривать усы до конца медиа лиги. Райзен пообещал не сбривать усы до конца МФЛ. Наверное, к концу нас встретит бородатый чел. Райзен, ну и тебе и без усов, и с усами так будет хорошо. Когда ты на поле, все ждут какое-то шоу. И вместе с Егором побежите куда-то, чтобы жизнь была яркая и не шероховатая. Поэтому я всегда жду тебя на поле. Ты можешь улыбаться, что-то вкидывать так на приколе. В общем, братишка, можешь не сбривать усы. Приходи на конференции Майами Нессы. Из Алфакарома продолжают уходить люди. И, например, вот Ама, полузащитник Алфакаромы, официально уже был спален в телеграм-канале Грека, что переходит в реалити. И я не уверен, нужен ли он вообще Филу, президенту реалити, или Фил просто прикалывается. У него бывают странные решения. Например, вот ему не нравилось, что финал МКС проходит на веб-арене. Хотя это стадион ЦСКА, стадион Еврокубков. Возможно, он думал, что финал МКС должен проходить в космосе. Это же МКС, елки-палки. Блин, ну, смешно. Кстати, не удивлюсь, если Фил спокойно относится к переходу, например, Салима в Амкал, потому что он не считает Амкал главным соперником. Потому что, возможно, он считает, что главный соперник реалити – это Барселонити. Смешно. Блин, Фил, знаешь кто? Он как вожак орков выглядит, если ты играл в Архайпер. Мои орки, вперед! Ну и после всех этих трансферов и постоянных перекупов игроков из команды ЛФК Рома, не кажется ли вам, что Рома Роя уже наконец-таки уже... все ясно? Я вам. Ама из Ромы перешел в реалити. Наверное, хочет показать, насколько может устроить всем фаталити. Реалити, давайте. Уже в чужие ворота голы пинайте. А мы ждем его появления на поле. Возможно, этого времени не хватало в Роме. Мне тоже на спорте игрового времени не хватает. Сколько я побыл на поле? По-моему, ноль. И так бывает. Ха-ха-ха-ха-ха. Друзья, вот так вот получилось. Надеюсь, вы много поржали вместе со мной, со Словоном. Надеюсь, у вас поднялось настроение. И мало того, что не поднялось настроение, вы узнали еще много нового. Поздравляю тех, кто со своими шутками попал к нам в выпуск. Я надеюсь, что мы будем в дальнейшем также информировать вас, развлекать. И это не последний выпуск. И он действительно вам зашел. Если он зашел, обязательно поставьте лайк, чтобы мы это увидели. Подписывайтесь на Словона, на меня. Обязательно увидимся в чате Телеграм-канала. Пишите там свои шутки. А мы со Словоном просто рады, что пообщались и подняли вам настроение. Ребята, любите свою жизнь. Занимайтесь спортом. Не тратьте время на пустое. И помните о том, что если кто-то говорит вам, что вы чего-то недостойны, что вы какие-то плохие, не такие, они всего лишь не могут быть лучше вас. Они вам завидуют. Поэтому будьте с собой, развивайтесь и кайфуйте каждый день.